Здравствуйте, мои дорогие гурманы! И приветствую, конечно, своих новых подписчиков. Спасибо вам большое, что вы все со мной. И хочу вам еще пожелать всего хорошего в новом году. Сегодня я хочу вам представить мой любимый теплый фасолевый салат. И если вам интересно, то буду рада, если вы останетесь и со мной. Поехали! Итак, ребята, что нам будет для этого вкусного блюда? Начинаем сначала с трав. Нам нужно 2 веточки бассейнка, 2 веточки тимьяна и маленькую ложечку сушеного чабля. Ее называют бобовая трава. И у него такой, в этой травы, такой величный вкус. И он отлично подходит к фасолю. Нам нужно еще 1 зубчик чеснока, 2 луковицы шалотки. Где-то 120 грамм бейкона, вот такой нарезанный кубиками. Бейкон, если вы вегетарианцы, можете заменить и брызгой. Тоже где-то 120 грамм. Нужно оливковое масло, 2-3 столовые ложки. Немножко соли. Конечно, зеленой фасоли. Вот такой. Я купила свежую. Вы можете зачитать ее взять за мороженую. Будет еще быстрее. И, конечно, где-то 500 грамм вот этих маленьких помидорчиков. Вы можете, конечно, взять и большие, и нарезать тоже маленькими кубиками. Итак, начинаем готовиться. Если вы пользуетесь замороженным фасолем, то дать ему потаять и порезать наполовинки. Потом чабель с тимьяном обдать водичкой и бросить в кипящую соленую воду. Добавить фасоль и варить, если он замороженный, 7 минут. Если вы берете, как я, свежий, то, пожалуйста, варите 15 минут. Вынуть фасоль, охладить в ледяную воду. Чтобы сохранила яркий зеленый цвет. Порезать бейкон кубиками. Почистить лук-шалот с чесноком и тоже порезать на пластиночки. Нагреть масло, поджарить в нем бейкон и вынуть его. Музыка. 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 Далее поджарить лук и чеснок и все поперчить. Добавить затем помидоры и нагреть их. Наконец смешать все с фасолью и бейконом. Приправить опять с солью и перцем. Сполоснуть базилик, общипать листочки и посыпать ими салатом. Музыка 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 Итак, дорогие мои курманы, мое блюдо готово, давайте будем пробовать ее, очень рада его попробовать, потому что я ее очень-очень люблю. Вкусно, правда. Мы его любим очень кушать с картошкой-толчеткой, она можно и с хлебом, правда, очень-очень вкусно. Желаю вам приятного аппетита, спасибо, что вы были со мной. Если вам понравилось, то ставьте лайки или делитесь с друзьями. До следующей встречи, я буду рада. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok